Поговорим об остеосаркомах у детей. Напомню, что в данный момент мы работаем по классификации опухолей костей 2013 года Международной организации здравоохранения. И по определению, которое там дается, остеосаркома является первичной или вторичной злокачественной опухолей костей, в которой опухолевые клетки синтезируют и депонируют патологический костный матрикс остеоид. Но для кого-то хорошая, для кого-то плохая новость, что скоро выйдет новая классификация опухолей мягких тканей костей. То есть в конце 2019-го, начале 2020 года нас ждут в чем-то глобальные изменения. Но в данном докладе я расскажу уже существующие представления, которые у нас имеются из классификации 2013 года. Остросаркома является наиболее распространенной совкомой скелета с ежегодной заболеваемостью у людей в возрасте от 0 до 24 лет 4,4 на миллион человек. Имеется небольшое преобладание пациентов мужского пола, и клинически она начинает появляться с боли, отека, ограничения диапазона движения в суставах и может появиться как патологический перелом. Этиология остросаркома, если в общих чертах развивается, она из недифференцированных или дидифференцированных мезонхимальных стволов мультипатентных клеток, которые при нормальном острогенезе дифференцируются предшественники остробластов, затем вздоровые остробласты и остероциты. Но при возникновении герминативных или спорадических мутаций, в том числе в гене П-53, возникают клетки-предшественники остросаркома, которые начинают бурно и необратимо пролиферировать, и развивается опухоль. Классифицируются остросаркомы на первичные и вторичные, куда включаются радиоиндуцированные, развившиеся на фоне болезни бюджета, имплата ассоциирования и другие, по отношению к пораженной кости на интермедулярные или центральные и поверхностные, по своим гистологическим подтипам и грейду. Центральная остросаркома или конвенциалл-тайп по классификации ВОЗ нас будет в первую очередь интересовать, так как она является самой частой у детей, пик возраста будет являться от 10 до 20 лет. При этом локализироваться опухоль будет в эпиментафизе длинных трубчатых костей, прежде всего в области колена, и максимальный эпиментафиз плечевой кости. Это связывает с тем, что там находятся самые пролиферативно-активные эпифизарные пластинки. Но не стоит забывать, что часть первичных центральных хайгрейтов остросарком локализуется и в диафизах длинных трубчатых костей. По гистологическим типам они разделяются на остро-абластическую хондро-абластическую, фибро-абластическую, богатую гигантскими клетками, и мелко-оклеточную, которые некоторыми выделяются в отдельные группы, некоторыми они перечисляются тоже к центральной хайгрейту остросаркоме. Остро-абластическое характеризуется полиморфными остробластоподобными клетками с остеоидным выраженным матриксом. Хондро-абластической остросаркоме преобладает хрящевой компонент, фибро-абластической полиморфной верите на клеточный, мелко-клеточная остросаркома напоминает мелко-коглоклеточную и глубоклеточную опухоль по типу саркома ЮНГ, и богатая гигантскими клетками характеризуется наличием большого количества острокластоподобных гигантских клеток. Рентгенологически остросаркома центральная может иметь различный спектр проявлений, имитировать различные другие опухоли костей. Также вот здесь мы видим, что не стоит забывать о диафизарном поражении. Так в чем же смысл? В классификации его ссылается на исследование, которое было опубликовано в 2001 году европейской саркомной группой, что гистологический тип центральной хайгрейт остросаркома не имеет связи с прогнозом и ответом на лечение, зачем мы их до сих пор выделяем и используем. Собственно, стоит помнить, что стандартом диагностики для остросаркома будет являться толстоигольная тайпан-биопсия, то есть это ограниченный объем материала, поэтому открытая биопсия имеет высший риск осложнений и влечет ряд технических сложностей на хирургическом этапе лечения при неправильном выполнении. И, соответственно, мы имеем ограниченный объем материала, полученный при толстоигольной тайпан-биопсии, в который могут не попасть диагностически важные зоны опухоли, и дифференциальный ряд ощутимо возрастает от доброкачественных до опухолей другой природы, такие как хондросаркома, фибросаркома, гигантоклеточная опухоль или саркома Юинга. И хотелось бы сказать, что в первую очередь важен мультидисциплинарный подход в диагностике остросарком и в состав диагностической группы, которая выставляет этот диагноз, должны входить патоморфологи, онкологи и специалисты лучевой диагностики, и диагноз будет являться консенсус между этими специалистами, и для адекватного диагноза также необходимо предоставление данных анамнеза и первичного осмотра пациента, предоставление полных данных в лучевой диагностике и активная обратная связь с пациентом. Немного о иммуногистохимической диагностике центральных играет остросарком. Иммуногистохимия при данной нозологии нам не сильно помогает, то есть один из немногих маркеров иммуногистохимических, которые мы используем в своей рутинной практике, это САДБ-2, маркеры остробластической дифференцировки клеток. Здесь хочется сослаться на статью Джейсона Хурника, в которой были проанализированы различные злокачественные и доброкачественные опухоли костей, в которых с большой вероятностью экспрессировался данный маркер в остробластическом компоненте. То есть этот маркер экспрессируется как в доброкачественных, так и в злокачественных опухолях. И хотелось бы проиллюстрировать клиническими примерами, которые были в нашей практике. Пациентка 14 лет с опухолью дистального методиафиза правой бедренной кости. Гистологически мы видели саркому с минимальным содержанием остеоида, который точно дифференцировать как остеоид, а не коллагеновую стаму было нельзя. И опухолевые клетки показывают диффузное ядерное окрашивание этим маркером. И по совокупности клинических и рентгенологических данных был выставлен диагноз остробластической центральной хайгрейд-остросаркомы. Другой пример. Фибропациентка 7 лет с опухолью дистального методиафиза левой бедренной кости. Гистологически мы видели вертиноклеточную хайгрейд-саркому. САДБ-2 экспрессировался в малом количестве клеток, но по совокупности рентгенологических, гистологических данных на гематоксилин и азине и все-таки минимальной экспрессии в части клеток данного маркера был выставлен диагноз фибропластической центральной хайгрейд-остросаркомы. Ну и закончить бы хотелось тем, что существование разных гистологических подтипов остросаркомы влечет основные трудности в диагностике, в том числе для патоморфолога. Иммуногистохимия нам тоже в этом вопросе не сильно помогает. И, соответственно, только командная работа патоморфолога, онколога и специалистов лучевой диагностики помогает нам поставить правильный диагноз в кратчайшие сроки. Продолжение следует...